Коллеги, рядом со мной Людмила Подъепольская, представитель компании Magnit, спикер нашей деловой сессии. Здравствуй, Людмила. Добрый день. Очень интересно сразу сессия. Какая была тема? Ну, если честно, мне в этот раз гораздо больше даже было интересно послушать коллег. Это тот самый случай, когда реально перед нами стоят очень много разных вопросов, да, и вот нет такого ответа, который ты можешь найти в учебниках, в своем бэкграунде, какие-то кейсы, которые уже случались там, да, в твоем опыте. Поэтому реально очень было интересно послушать, в первую очередь, то, что коллеги думают о вопросах, которые тебя же и волнуют. Ну, например, есть ли будущее у персонализации, да? Когда там мы задали себе этот вопрос несколько недель назад, честно говоря, сначала было очень странно. Действительно, мы задаем себе этот вопрос, нужна ли нам персонализация, даже немножко страшно стало. Но мы, например, там для себя подумали, приняли решение, что да, нужна, да, в измененной реальности, да, с измененными алгоритмами, с там новыми атрибутами, которые мы дополняем в эти алгоритмы, да. Но было, например, очень интересно послушать, что коллеги думают о той же самой персонализации. Честно говоря, я прям была рада, потому что зал оказался по большей части оптимиста, как и я, и все считают, что персонализация нужна. Вот, но таких вопросов, на самом деле, их много, которые нас сейчас всех волнуют, маркетологов, да. И поэтому, скорее, даже было интересно не рассказать что-то свое, что ты думаешь, а послушать. Все говорили аккуратно для того, чтобы потом послушать коллегу и сделать тоже свои выводы. Расскажите, все было хорошо, были позитивные большей части взгляды на проблему. Но вопрос такой, есть ли какие-то у нас уже алгоритмы выхода из всего, кроме позитива, а уже конкретные алгоритмы действия, которые мы должны предпринять в ближайшее время для того, чтобы все у нас было хорошо? Знаете, ну, наверное, серебряные пули сейчас никто не выдаст, да, но все сойдутся на том, что первая, ну, большая часть, опять же, там, спикеров сегодняшних говорила о том, что главная стратегия сейчас – это стратегия маленьких шажков. То есть ты делаешь шаг, оцениваешь результат, собственно, смотришь, окей, делаю следующий шаг, да, потому что, ну, в целом, как бы, понятно, что, там, пройдет первый шок с одной стороны, да, или он уже прошел. Покупательское поведение изменится, и, там, мы столкнемся и с брендозамещением, и с, там, миграцией в другие ценовые сегменты, возможно, каких-то привычных покупательских паттернов поведения. Но при этом, вот реально сейчас спланировать, что мы хотим сказать покупателю через 3 или 6 месяцев, очень сложно. Поэтому самая главная стратегия – это стратегия маленьких шажков, и обязательно с, там, постоянным анализом, с оглядкой на то, как на них реагирует покупатель. Постоянно смотреть обратную связь, самую разную, как с точки зрения, там, транзакционной аналитики, да, как покупатель отреагировал на то или иное наше действие, так и работать, собственно, непосредственно с обратной связью, которую мы видим в клиентском сервисе. Вот это, наверное, сейчас самое главное. Получается, не делать опрометчивых больших шагов, которые могут безвозвратно навредить, делать маленькие шажки, при этом включать огромное количество аналитики и экспертизы, которая даст возможность понять правильность выбранного пути, а нащупав по нему, с удовольствием пойдем. Ну, да, если у вас нет хрустального шара, если вы не Кассандра, то да, я бы так рекомендовала. Хорошо, ну и, наверное, на такой позитивной ноте нам хотелось бы закончить, но все-таки пара слов для всего рынка, для ваших коллег от вас. Ну, я бы на самом деле хотела сказать огромное спасибо организаторам ритейл-теха, вот который год уже присутствую на этом прекрасном форуме. Знаете, честно, уходишь отсюда абсолютно вдохновленная, с какими-то новыми, неожиданными идеями, инсайтами, которые я не ждал. Поэтому огромное спасибо всем, что есть такое прекрасное мероприятие. И спасибо вам, что его посещаете. Спасибо. Спасибо.